Доброе утро, Тамбов! С вами Олег Рожков. Сегодня мы вам расскажем о том, как выглядит город глазами иностранных студентов, а именно, чем они увлечены в свободное от учебы время. Готовы? Тогда поехали! Я очень рада сегодня видеть вас в наших стенах и хочу вам представить выставку, посвященную Великой Отечественной войне. Для России эта война была кровопролитная, затронула жизнь и жизнь каждого человека. И здесь мы видим работы двух художников, которые прошли от первого до последнего дня в этой войне. Якушев и Платицын. И здесь, в картина галереи, такое место сила для иностранных студентов, они совместно с работниками галереи организовали интернациональный художественный клуб, где обсуждают искусство и занимаются живописью. Всем привет! Меня зовут Виктор, я из Египта. Я студент медицинского института ТГУ Эммена Державина. Я увлекаюсь живописью. В университете я создал художественный клуб, в который каждый желающий может выступить. Для чего ты создал вот этот клуб рисования здесь? Я хочу учить другим студентам, как рисовать. Я хочу дать им мой экспирит. То есть твой опыт? Да. Отлично. А чему конкретно ты здесь ребят своих студентов учишь? Я хочу им учить, как рисовать портрет. Глаза, нос, рот. А почему именно портреты там, не природу, а почему именно лицо? Потому что они хотят... Научиться вот это рисовать, да? Они прямо приходят и говорят, Виктор, научи нас лица рисовать. Да, да, да. Серьезно? А ты это... ты самоучка или ты где-то учился? Нет, это просто талант. Просто талант у тебя такой? Сколько ты уже рисуешь? 15 лет назад. 15 лет назад начали рисовать? А тебе сколько сейчас лет? Я 22. Ну, то есть ты по образованию врач, ты учишься на врача, но хобби у тебя ты рисуешь. Да, да, да. Это просто талант, я не могу работать. А сложно совмещать, сложно совмещать учебу на врача? Это же достаточно такая профессия, которая требует много времени. Нет, в мой свободный время я могу рисовать. Я очень люблю это. Я придумал ему задание, пока мы будем разговаривать, он попытается меня нарисовать. Ну, вот в рамках нашего разговора. И посмотрим, насколько у него это получится. Так, Виктор, ты готов? Да, готов. Отлично. Ну, все, ну, тогда бери лист бумагу, и я тебе буду задавать вопросы, а ты будешь рисовать. Хорошо. Отлично. Как давно ты переехал в Тамбов? Я приехал в Тамбов 4 года назад, и мне очень нравится Тамбов. Удобный город, да? Да, очень удобно. Мне нравится гулять с друзьями на обрежье. В Тамбов очень красивая обрежье, очень красивая природа. Много уже у тебя друзей русских? У меня много русских друзей. Они ходят к тебе тоже рисуют? Да. Нравится? Да, конечно. Виктор, расскажи мне, что тебе в Тамбове нравится больше всего? Куда любишь ходить? Кроме набережной, я имею в виду, может быть, какие-то кафе, рестораны тебе нравятся? Какая-то кухня русская полюбилась уже? Египетская кухня очень похожа на русская. Я покупаю курицу, картофель и другие продукты. Ну, то есть, и ты сам готовишь себе? Да. Ты бы хотел остаться в Тамбове, прям жить? Да, я очень люблю Тамбов. Любишь Тамбов? А завел бы здесь семью, family? Мои друзья как семья тут, в Тамбов. А жену еще не нашел себе? Жену? Нет, я даже не нашел, но я хочу. Хочешь русскую жену, хочешь найти? Да, да, да. Русские девушки красивые? Очень красивые. Очень красивые. Так, готовы, да, Виктор? Да, готовы. Так, сейчас посмотрим. Так, ну, Виктор рисовал у меня с фотографией, которая где-то уже года 3, наверное, 4. Ну что, ну, честно, прям похож на самом деле. Вот, мне очень нравится, это приятно. Да, вот так вот можем прям поближе. Когда заканчиваются пары, некоторые студенты Державинского мединститута еще не спешат расходиться по домам. Кто-то, может быть, что-то еще и учит, а некоторые вот музицируют. Знакомьтесь, это Сапуан и его группа. Привет. Пацаны, расскажите мне для начала, давно ли у вас такая группа? Ну, недавно, когда мы начинали учебу. Уже один год, мы пока не знакомы. А потом второй год мы собираемся. Я узнал о Шраф Переде, а потом Юсеф вот пришел из Марокко. Сиву Ууд. Почему вот музыкой решили заниматься после учебы? Музыка нам соединяет. Ну, когда заканчиваем пару в конце, я позвоню Юсефу и Ашрафу и скажу, давайте вместе соиграем и делаем такую музыку, чтобы мы отдыхаем. Ты знаешь, весь день мы устали от учеба. Вы учитесь постоянно. Ну, в клубе сил нет идти уже, да? Что? В клубе уже сил нет идти в какой-нибудь потанцевать. Да, да, да. Как вам в Тамбове-то живется? Нравится вам город вообще? Ну, вперед, когда мы пришли... Только честно, только честно. Да, 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 правда. Ну, когда мы пришли, вы знаете, это первый раз с дома, ты здесь уезжаешь. Страшно, наверное. Да, страшно. Ну, мы прошли, не смотрим, какой город, ну, просто вот чувства, вообще не романно вперед. А потом, когда мы знаем друг друга, мы посмотрим город, вообще хорошее. Уютно? Да, уютно. Как вам люди? Гостеприимные или наоборот, с опаской к вам относятся? Мы думали, что русские люди депрессивные. Ну, это вообще ошибка, большая ошибка. Потому что у меня контакт всегда с русскими людьми, особенно мои друзья. У тебя есть русские друзья? Да, да, конечно. Вот такие увлечения у иностранных студентов в Тамбове. С вами был Олег Рожков, а в финале мы вам исполним одну очень известную песню. Если где-то буду фальшивить, на меня не ругайтесь. Ребята молодцы. Поехали? Давай. Раз, два, три, четыре. Я солдателем, спал, я влету. Я под глазами мешки, я сам не видел. Но мне так сказали, я солдат. И у меня нет башки, мне отверлили ее сапогами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова